А мы находимся в отделе регистрации транспортных средств. Именно сюда стекаются все автолюбители, желающие получить госномер на свой автомобиль. Номера хранятся прямо здесь, вот в этих коробках. Только по новым правилам сотрудник теперь не может взять любой понравившийся номер. Как, например, вот этот, зеркальный 616. Теперь за него это делает компьютерная программа. Теперь, чтобы получить красивый номер, можно надеяться только на удачу. Договориться ни с кем не получится. Любой государственный регистрационный знак присваивается в случайном порядке. Ни водитель, ни сотрудник больше не участвуют в выборе госномера автомобиля. Таким образом исключается человеческий фактор. Исключить возможность выбора сотрудникам регистрационного подразделения определенного набора цифр в знаке стало возможным благодаря федеральной информационной системе госавтоинспекции МВД России. Тем самым включается антикоррупционный механизм. Работает это так. В систему заносится данный автовладельца, и транспортному средству автоматически присваивается регистрационный номер. Обойти эту технологию невозможно. Одним из первых, кто по счастливой случайности получил красивый номер, стал житель Севастополя Марк Кричун. Я не ожидал, что получу такой запоминающийся номер. Мне бы хотелось другой, чтобы мне такой запоминающийся номер. Но, тем не менее, он красивый, смотрится хорошо. Думаю, будет соответствовать марке моей машины. К тому же, процедуру регистрации транспортного средства сейчас можно пройти с помощью портала госуслуги. В этом случае сокращается время ожидания регистрации. Кроме того, автовладелец получает скидку на оплату госпошлины 30%. Вероятность получить счастливый номер на авто вычисляли. Михаил Кумбров, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.